Здравствуйте, это новости из Турции. За последние 24 часа в Турции было 1 землетрясение магнитудой 5.0, 12 землетрясений 4 с плюсом, 48 землетрясений 3 с плюсом и 209 землетрясений магнитудой 2 с плюсом. Также произошло 103 небольших землетрясения магнитудой менее 2, которые люди обычно не ощущают. Сильное землетрясение магнитудой 5.0 произошло в Крахман-Мараш, Турция, 17 часов назад. Несмотря на все трудности, поисково-спасательные работы продолжаются. И вот что известно об недавних случаях извлечения людей из-под обломков и завалов. Спустя почти 2 недели в Турции продолжают находить выживших под завалами. В административном центре провинции Хатай, Анкатья, спустя 296 часов после землетрясения, из-под завалов жилого дома достали живыми 3-х человек, в том числе одного ребенка, передает агентство Анадолу. Как уточняет телеканал ТРТ Хабер, поисково-спасательная команда, куда входили также спасатели из Киргизии, извлекли выживших из-под обломков дома на улице Туркменбаши. Спасенных доставили в больницу, пока их личности не установлены. До этого в Анкатье до живого ребенка спасатели добрались через 260 часов после землетрясения, а спустя 261 час спасли двоих мужчин, зажатых между плитами разрушенного дома. Через 257 часов в провинции Крахман-Мараш из-под обломков извлекли 29-летнюю женщину. Разбирая огромное количество завалов, спасателям удается найти и спасти не только человеческие жизни, но и жизни домашних животных, которые также до сих пор находят во время поисково-спасательных работ. Как, например, здесь на кадрах видно, как спасатели, разбирающие завал, натыкаются на маленький шерстяной комочек, которым оказался домашний кролик. Его аккуратно извлекли из-под завалов, и сейчас его жизни ничего не угрожает. Но под угрозой находятся не только те, кто находится под завалами, но и те, кто эти завалы разбирает. Так, например, в сети появилось видео, на котором видно, как один из видов техники, что участвует при разборе завалов, разбирая один из объектов, сам оказался погребен под обломками. На кадрах видно, что оператор экскаватора в последний момент выпрыгнул из кабины. Удалось ли ему спастись, неизвестно. Помимо непрекращающихся землетрясений, неудобства спасателям доставляют и запахи, которые появляются из-за продолжительного пребывания жертв землетрясений, которые до сих пор находятся под завалами. Из-за этого на улицах стоит запах разложения. Это были все новости на данный момент. А чтобы узнавать больше интересного о Турции, подписывайтесь на канал. Также не забывайте поставить лайк и написать комментарий, чтобы помочь нам в развитии канала. От себя хотел бы добавить. Берегите себя и своих близких. До новых встреч!